Доброе утро! В свою столицу пожаловали не только лыжники, но и... Поговаривают, что прям много-много звезд приехало. Очень-очень много. То есть все новоиспеченные олимпийские чемпионы, Пекин-2022, тут же тренируются и паралимпийцы, и сурдолимпийцы, и биатлонисты, то есть и много наших окружных команд. Вот три дня назад было зафиксировано в один момент 700 человек. Ничего себе! Егор, вы впервые приехали в Ханты-Мансийск, ну и посмотреть в каком году? Два года назад. Два года назад. Тоже третий. Приехали, посмотрели. И вот теперь лыжники с регулярной завистью, да, с регулярной чистотой здесь проходят тренировки, ну, то есть какие-то работы. Значит ли это, что наш центр зимних видов спорта крут? Вообще, Евгений четыре года назад позвал первый раз в Ханты-Мансийск на вкатку, но мы так очень осторожно относились к этому месту, потому что специфики трассы и вообще подготовки заключаются в том, что нужно сохранить правильно снег и создать, то есть, хорошие условия, с хорошим рельефом и с достаточно длинным кругом. У нас в России такое место есть, только Тюмень до этого, но там круг 3-4, то есть меньше, чем здесь, и рельеф недостаточно сложный. Поэтому мы обычно ездили куда-то за границу, Финляндию, и вот два года назад все-таки решили попробовать с молодежным составом приехать сюда. Были приятно удивлены длиной у круга, сложностью трассы. И вот уже в этом году такой большой командой, несколькими группами приехали сюда. Какая цель у этой тренировки? У этих сборов? Первый снег. Что? Ну, основная задача – это вкатиться, почувствовать снег и сделать первую работу именно на снегу. То есть, это фактически тот фундамент, который мы закладываем перед сезоном, именно на снегу. Значит ли это, что сейчас можно посмотреть на тех или иных спортсменов, в какой форме они сейчас находятся? Или это уже, допустим, та укомплектованная команда, и новых каких-то спортсменов добавляться в сборную после этого не будет? Нет, ни в коем случае. То есть, на этом сборе, на этой контрольной тренировке мы не смотрим именно по результатам спортсменов. Просто даем спортсменам возможность проработаться, пробежать соревнования в таком формате, то есть, еще раз говорю, тренировки, без каких-либо обязательств. Но основная задача вообще здесь нашего нахождения – это заложить базу перед сезоном. То есть, это такой очень важный тренировочный сбор, тренировочный период. И как раз вот каких-то проблем именно с условиями не должно быть. А какой-то соревновательный момент будет? Или это просто тренировка? Или все-таки… Нет, идея как раз вот этой контрольной тренировки «Горе-Первый снег», чтобы она была не просто тренировка контрольная, которая у сборной команды страны, их очень много в течение подготовительного периода, летнего и этого. Здесь, соответственно, все равно идет немножко другая самоотдача у спортсмена. Когда есть камеры… То есть, присутствует волнение. Да, то есть, это все равно создается определенный эффект. То есть, и контрольная тренировка проходит с другой самоотдачей, и со всеми отсюда вытекающими… Ну, это накладывает, да, на спортсмена? На его поведение, я не знаю. Ну, я скажу, практически неважно. Когда спортсмен выходит на старт, он пытается показать себя по максимуму. Единственное, вот та нагрузка, которую они сейчас переносят, она, может быть, не способствует, допустим, выходу спортсмена на пик формы, ну, и учитывая, что это только начало сезона. Но, безусловно, еще раз говорю, спортсмены борются, плюс есть там призовой фонд соревнований, тоже они замотивированы в этом. Ну, и также есть возможность у всех желающих, ну, тоже сильных спортсменов с регионов. Нет, посмотреть-то да, а также могут сильные спортсмены с регионов посоревноваться именно со сборниками. У тебя есть шанс? Просто у меня нет шанса. Нет, у меня только посмотреть, у меня есть только посмотреть, я только дойду, у меня уже отдышка. Снег. Сейчас, ну, плюсовая, нулевая температура в окружной столице. Трассу, получается, застелили, снег положили. Позволяет ли, ну, там, проводить вот эта плюсовая температура, нулевая температура полноценной тренировки? Не помешает ли она? Насколько я понимаю, тренировки проходят все в том же режиме. Вот эти два дня потепления не должны сильно сказаться на снегу, потому что самое опасное для этого снега – дождь. Но, как такового дождя у нас не ожидается. Значит, все состоится. Итак, тогда давайте подведем итог, когда и где пройдет контрольная тренировка. С 7 в 9.30 утра старт пролога, и, соответственно, после пролога начнутся уже забеги без пауз. Поэтому всех приглашаем, ждем, то есть будет очень интересно. Все наши звезды, все наши звезды, спортсмены уже здесь, уже на тренировках, поэтому мы можем на них воочию, воочию посмотреть. Не потрогать. Нет, Алена, потрогать нельзя. Только посмотреть. Алена, вот вы, женщины. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Доброго года. Желаем вам с гостями. Прощаемся. С вами живем ся 2, 2,5 спортивных минут. Дождите.